Сегодня в Большом Зале Администрации Столицы Республики прошло восьмое очередное заседание Чебоксарского городского собрания депутатов. Депутаты обсудили итоги деятельности Управления Министерства внутренних дел по городу Чебоксары. За пять месяцев преступления разного рода совершили почти 1200 человек. 58% из них – лица, которые не имеют постоянной работы и источника доходов. Полицейский Чебоксар также выявили продавцов наркотических средств и нарушителей антиалкогольного законодательства. В структуре правонарушений преобладают преступления экономической направленности, кражи, грабежи, факты домашнего насилия. В повестке дня и поступления в бюджет с учетом транша из вышестоящих бюджетов и поступления налоговых и неналоговых доходов городская казна увеличилась на 1 миллиард 83 миллиона рублей. В частности, чуть более миллиарда будут направлены на ремонт дорог, в том числе Московского моста и строительство развязки Фучи-Кайги. Также сумма, поступившая из фонда содействия и реформирования ЖКХ на переселение аварийных домов – 366 миллионов рублей и 43 миллиона рублей по капитальному ремонту дорог. За счет увеличения собственных налоговых и неналоговых доходов бюджет увеличивается на 62,2 миллиона рублей. Удостоверение депутатского городского собрания получил Дмитрий Евсеев. Ему передан мандат Алексея Лапина. Тот освободившийся мандат, который занимал депутат Лапин, он как раз относился и был распределен в результате пропорциональной избирательной системы. В законе не совсем точно сформулирован был порядок передачи этого мандата. И возникали моменты, связанные с тем, что Евсеев Дмитрий Борисович уже один раз отказался 22 сентября от депутатского мандата. Но закон предусматривает, что законом субъекта может быть ограничено число раз, когда депутат может отказаться от прочитающегося ему депутатского мандата. В нашем законе Чувашской республики такого ограничения нет. На собрании также поздравили с юбилеем старейшего депутата этого созыва Анатолия Гумнова и выразили надежду, что Анатолий Александрович продолжит работать на благо столицы республики.